Там кто-то есть. Привет, малыш! Перекрасим лошадку в розовый. Соберем помпончики. Нарастим мягкую гриву. Остались блестки. Девушка лакомится мороженым. Что там такое? Это же единорог. Они существуют. Угощайся, малыш. Ты здорово проголодался. Принесу еще вкусняшек. Спасибо, ты так добра. Ты даришь мне радугу? До встречи. Поможет радуга и мне стать единорогом. Полетели! Сменим платье. Нарезаем полоски. Радужный фатин. Сверкают звезды. Единорожка притащил шнуры. Спицы в деле. Чудесный рог. Дополняем обруч. Девушка превратилась в прекрасного единорога Мелиссу. Переносимся в парк. Каждый шаг Мелиссы оставляет звезды. Все зелено, но без цветов. Наколдую. Другое дело. Парень с девушкой в ссоре. Помоги, этих двоих нужно помирить. Так не пойдет. Откуда он взялся? Это мне? Как романтично. Вот и славно. Выбираем цилиндр. Заклеиваем дно. Появились новые детали. Склеиваем бокс. Подвешиваем на петли. Обклеиваем сундучок. Украшаем кристаллами. Окрашиваем в цвет древесины. Наносим патину. Мощный старинный замочек. Что же хранится в древнем сундуке? Девушки забрались на старый чердак. Здесь жутковато. Мэган, ты где? Напугала. Давай все обыщем. Сара, гляди, здесь сундук. Вдруг там сокровище? Может, не стоит открывать? Мэган, куда ты? Мышки принесли Мэган в мастерскую. Видны одни клыки. Примерим шаблоны. Вуаля. Добавим пышные рукава. Изящный рубин. Надеваем короткую юбку. Воздушный мрачный шлейф. Мэган очень изменилась. Ну и утречко. Будильник, замолчи. Голова болит. Зеркало меня не отражает? Может, фотоаппарат покажет? Тоже не работает. Придется отправиться в город так. Нарисуйте меня максимально реалистично. Вы муза. Так вот я какая. Спасибо, шикарный портрет. Злостный сундук. Что же с тобой не так? Берем проволоку. Обруч с ракушками. Подвесим жемчужинки. Кому достанется подводная корона? Сара очутилась на морском дне. Где мои ножки? Я что, русалка? Подплывем ближе. У нас новая русалочка. Ребята, красотка в отчаянии. Как же так получилось. Первый день под водой. Такая красавица достойна быть королевой моря. Трон для нашей правительницы. Немного магии Лалилу. Захватим клей ПВА. Моточек шерсти. Протянем через клей. Обмотаем шарик. Пригодится половина втулки. Намотаем нить. Придаем форму. Соберем подставку. Пушистый наполнитель. Кресло-кокон словно витает в облачках. Единорожка в отчаянии. Где же присесть? Кроватка не такая. Что же делать? Может, кресло выручит? Хватит это терпеть. Алло, небесный интерьер. Слушаю вас. Да-да. Осталось последнее кресло-кокон. Момент. И кресло уже в доме. Ура-ура, прибыла моя обновка. Ах, как красиво. Как мягко, словно парю. Идеальное кресло. Подготовим сердечки. Звездочки. Подвешиваем гирлянды на палочку. Гирлянда придется по вкусу вампирше. Мэган возвращается домой с картиной. На самое почетное место. Интерьер совсем не подходит под мой новый образ. Нужно все переделать. Избавимся от старья. Долой хлам. А теперь редизайн. А вот и моя гордость. Что-то вкусненькое. Сердечки. Они плюшевые. Паучок, придумай, что из них сделать. Очаровательно. Она дополнит интерьер. Теперь мой дом шикарен. Возьмем баночки. Опустошим. Опустошим. Слайм. Не тот цвет. Опять мимо. Ммм, мороженое. Внутри розовый слайм. Насыпаем глиттер. Щепотка блесток. Замешиваем. Наполняем баночку. Украшаем дождиком. Медузи и джем. Медузи и джем. Как любопытно. Приглашаю заглянуть на мою магическую кухню. Такс, баночки нам пригодятся. Берем прозрачную чашу. Где вы, подружки? Мы здесь. Поделитесь джемом. Русалка собрала целую миску. Теперь расфасуем все по баночкам. Джем готов. Берем старую крышечку. Тонируем. Насыпаем пенопластовые шарики. Украшаем бортики. Прибежали морские жители. Колечко магнит. Берем шпажки. Сколько бусин. Ракушки. Металлические грозики. Примотаем к ленточкам. Получились удочки. Веселая рыбалка. И без вреда природе. Мелисса ожидает подружек в гости. Так, все ли готово? Где же они? Тащу кресло для вампирши. А, Сара, тащить тебя не так легко. А это что? Для тебя есть мрачное кресло. Это по мне. И чем займемся? Я приготовила игру. Я поймала. И мне попался осьминог. Девушки увлеченно рыбачат. Так бы целый день и ловила. Безумно весело. Признаю, мне понравилось. Сколько же я проспала. Животик урчит от голода. Нужно перекусить. Отправляюсь в лес. Познакомьтесь, вампирша Глория. Она обожает красный цвет. Неудивительно, что даже топ из такой ткани. Корсет застегивается на липучку. Кажется, брюки сюда не подходят. Желание вампирши закон. Вау, обтягивающая кожаная юбка и вправду смотрится лучше. Ноги прикрывают полупрозрачные колготки в сетку. Чего-то не хватает. Попробуем добавить верх. Стягиваем черную ткань в сборку. Будущие рукавчики. А из кружева, стянутого в гармошку, получится воротничок. Дизайнерский наряд пошит лучшими модельерами Лалилу. Дополним наряд красно-черным шлейфом. Немного кружев. И Глория готова покорять обитателей Лалитауна. Нужно поймать добычу. А вот и зайчик. Подойдет. Еще и белочка с ним. Вот это улов. Но зверьки начали отбиваться помидорами. Вампирша случайно проглотила кусочек. Ммм, совсем неплохо. Пусть живые существа будут свободны. Зря я их преследовала. Отныне в моем рационе только растительная пища красного цвета. Она вполне удовлетворяет вампирский аппетит. Нужно заготовить вдоволь томатного сока. Заклеим дно пластиковой коробочки термоклеем. Добавим этикетки. Два тетропака сока свежего отжима подано. Маленький тюбик из коктейльной трубочки. Зажимаем край, вставляем колпачок и обрезаем лишнее. Тюбик томатной пасты всегда под рукой. И бутылочка кетчупа в придачу. Ягодки превращаются в аппетитные помидорки с зелеными хвостиками. Глория теперь держит их повсюду. Даже спит среди любимых овощей. Начало ночи со стаканчиком томатного сока. Восхитительно. Глория решила позавтракать в городском кафе. В меню множество красных блюд. Но при виде вампирши прохожие разбегаются в страхе. Это кровь? Спасайтесь! Даже не подозревая, что диета Глории – безобидный томатный сок. Упс, не успела стереть капельку с губ. Наша героиня Стефи отправляется на пикник. Заводим розовый мопед и в путь. Отличная погода, чтобы полакомиться сладостями на природе. Передадим кондитерам воздушный пластилин. Раскатываем три колбаски, сплетаем их в жгутик и нарезаем на отдельные кусочки маршмеллоу. Ммм, сколько сладостей! Упаковываем в пакетики, клеим этикетку зефирки и украшаем бантиками. У кого-то будет милый перекус. Стефи добралась к кемпингу. Отличное место для пикника. Можно расстелить покрывало. Здесь и остановлюсь. В багажнике уже потаяли любимые маршмеллоу. С музыкой будет веселее. Сухие веточки ко мне. Разожжем огонь. Ура! Пожарить зефир на палочках – моя давняя мечта. Милые вкусняшки – идеальный ужин. Наверняка ей приснятся яркие сны. Как здесь красиво! Вау, Стефи летает на волшебном единороге среди пушистых облачек и радуги. Ох, сон мечты! Блестящая ткань словно соткана чарами единорогов. Обводим силуэт и выкраиваем пару заготовок. Комбинезон сел по фигуре, как влитой. Полосочки эко-меха украсят воротник и рукава. Стильные кеды на платформе звонко стучат. Яркие волосы собираем в высокие хвосты. Резиночки идеально подходят. Какой же единорог без волшебного рога? А пушистые помпоны украшают наряд, прическу и обувь. За спиной Стефи раскрываются крылья из бумажных перышек. А глиттерная пара позволяет сиять даже сквозь густые облачка. Хвостик у единорога тоже особый. Из цветного каниколона с милым бантиком. Стефи не узнать. Новый образ – просто фантастика. Лес оказался волшебным. И очнувшись, девушка поняла. Она в образе любимого сказочного героя. Вау, я единорог. Классно. Посмотрим, что там за шум. Оглядевшись, Стефи увидела, как люди активно занимаются спортом. Привет, я Ханна. А я Стефи. А я Стефи. Ты спортсменка? Да. А ты, как вижу, единорожек? Пожалуй, так. Давай тренироваться вместе. Как здорово! Наша героиня увлеклась фитнесом. Подруга поддерживает успехи единорожки. Для первого раза результат супер. Так, водичка. Пенопластовые диски легкие, но подойдут для тех, кто только начинает тренироваться. Окрашиваем их в красный и подписываем на каждом вес. Собираем диски на гриф штанги. Заодно можно подкачать пальцы. Пара гантелей – отличное начало для разминок. Две бусинки и гриф из зубочистки – простая конструкция. На специальной стойке гантели расположены по возрастанию. Выбирайте для себя. Мне подходят эти. Не слишком тяжело, но увесисто. Глория за здоровый образ жизни. Приветствую. Это здесь занимаются спортом? Конечно, подберем для вас особую программу. Тренер определяет уровень физической подготовки вампирши. Отжимания. Отлично. Теперь пресс на фитнес-боле. Затем гантели. Переходим к финальному боссу штанги. Начнем с одного диска. Мне надо больше. Легкотня. Вы такая хрупкая, это постепенно. Нет, сейчас. Вампирша с легкостью поднимает даже тренера. Вот видите, все супер. Сенсация, шок. Упс, забыла, что она тяжелая. Мастерим ножки для ванны. Обтачиваем пробочки до конусов. А что это? Неужели копытца? Как оригинально. Тонируем основу в белый, а копытца в золотой цвет. С пушистым эко-мехом они такие милые. Время установить саму ванночку. Украшаем судочек веселыми пестрыми ленточками. А стразы сверкают, словно магические кристаллы. Разноцветный глиттер украсит ванночку радужным бортом. Какое уютное место для релакса. После тяжелых тренировок наша героиня расслабляется в чудесной ванне. Теплая вода, тишина и уют. Мастерим ванночку. В черном цвете контейнер эффектнее. Золотые колпачки вместо ножек. Как изящно. Коктейльную трубочку установим в качестве крана. Даже вентили из золота. Изготовим столик. Глория всегда принимает ванну после зала. Но что, неужели закончилась вода? Вдруг ее посещает гениальная идея. Наполнить ванну томатным соком. Тут есть немного. Захвачу побольше ящичек. Пустим больше сока. Придется потоптаться. Томатные танцы. Ю-ху! Вампирша попивает любимый коктейль «Помидорная Мэри». Томатный сок с солью всегда вкуснее, а ванна полезнее. Засыпаем в баночки вулканическую соль, морскую и даже гималайскую. Упаковка очень важна. Крафтовые этикетки, бантики, пробки – все продумано до мелочей. Глория лично подбирала нужные соли. Все для релакса. Вампирше захотелось расслабиться после тяжелой тренировки. Чуть не забыла о соли для ванн. Немного насыпаем. Ой, с томатным соком происходит странная реакция. Маленький помидорный вулкан едва не устроил извержение лавы. Фу, обошлось. Кто на свете всех милее? Ой, кажется, слишком много помидоров. Уже краснею и превращаюсь в томатик. Рецепт бомбочки для ванны. Записывайте. Сода, лимонная кислота и краситель. Распределяем в силиконовой формочке. Глиттер. Еще больше глиттера. Красота. Маленькие сердечки расфасуем по пакетикам. Наша единорожка ухаживает за собой. У Стефи большой запас бомбочек. Мой любимый вид – клубничные сердечки. Одной будет маловато. Больше бомбочек – больше пены. Кожа сияет, мышцы расслаблены. Идеально. Малышка сладко спит. Но песик заскучал. Ой, я в лалилу. Выкроем милое боди. Парочка ушек. Челочка сверкает глиттером. Где же наша крошка? Приветик, меня зовут Си. В гости к единорожке пришла подруга. Си, поиграем в прятки? С удовольствием. Чур я вожу. Си побежала прятаться. Хе-хе, она ни за что меня не найдет. Ау, я тебя вижу. Ох. Что поделать, рог отовсюду виднеется. Подружки легли отдохнуть, как прекрасно детство. Из пластиковой подставки собираем каркас карусели. Равномерно окрашиваем все в мятный оттенок. Резные элементы тонируем в розовый. Установим конструкцию на диск. Нарезаем проволоку. Хм, мороженое. Перекусим позже. Сейчас нам понадобятся фигурки единорогов. Окрашиваем. Лошадки заняли свои места. Украшаем карусель фигурными бусинами. Ах, скорее бы прокатиться. Солнечный денек радует погодой. Няня с малышкой отправились в парк. Прекрасное время для прогулки. Вокруг так много развлечений. Ух ты, какой любопытный автомат с призами. Можно и нам сыграть? Конечно. Посмотрим, что мы выиграли. Фигурку единорога. Можно билетик? Единорожки весело кружатся. Детишки в полном восторге. Фото на память о прекрасном дне. Няня, хочу еще круг. Куколку Лол превращаем в единорожку постарше. Вау, челка разноцветная. Из атласных ленточек получилась пышная юбочка. Розовый обруч. Ух ты, получились рог и ушки. Какая славная малышка. Единорожка Си веселится в облачках. Ю-ху, облака мягкие, словно перышки. Вдоволь наскакавшись, Си прилегла отдохнуть. Волшебное погодное явление – дождик из блесток. Прямо на Си опустилась звезда. А я не рассказывала. Стоит зажечься первым звездочком, как я ловлю их рогом. Для новой поделки пригодится моток скотча. Получилась дуга-качалка. Вжух, цветная бумага распалась на разноцветные полосы. Как мило, это же радуга. Пластиковое колечко пригодится для креплений. Украшаем объемными сердечками. Такая игрушка точно увлечет детишек. Малышке необходимо освоить способности единорога. Приручить волшебство не так уж просто. Подскажи, как мне что-то наколдовать? Нужно крепко-крепко пожелать и верить в чудо. Попробую. Упс, кажется, я хотела другое. Симпатичные кактусы. Еще раз. Расческа? Ну ладно, пригодится. Расчешу тебе хвостик и гриву. Но все же, я хочу балансир. Ю-ху, получилось. Как здорово. Можно кататься хоть целый день. Моя очередь. Привет, красотка. Ты за новым образом. Получился точный силуэт. Дублируем заготовку на радужном эко-мехе. Какое пушистое тельце. Выбираем самые красивые наклейки. Закрепляем розовый рог. Остался хвостик. Самая милая единорожка на свете. Си стала постарше. Она с друзьями задумала провести вечер в полной темноте. Подруги собрались у костра. Самое время для страшных историй. Туманной ночью на лужайке паслись два единорога. Как вдруг из-за дерева появилась мартиша. Она хотела украсть волшебных единорогов, чтобы обрести вечную красоту и молодость. Ага, попались. Они скрылись в тумане и больше их никто не видел. Жуть, очень страшно. Да ну, не верю. Хотите, верьте, хотите, нет. Ой, вы слышали? А, куст зашевелился. Спасайтесь. Кто же так напугал единорогов? Ах, это всего лишь маленький серый котенок пришел погреться к огню. Это пригодится. Радужная развертка станет обложкой дневничка. Цветную бумагу нарезаем на странички. Петелька позаботится о безопасности. Теперь секреты под замком. Подвеска ключик всегда хранится у Си. Скорее делиться мыслями. Единорожка вернулась домой. Ох, какой насыщенный день. Столько всего произошло. Мои сладкие котята, вы так успокаиваете. Ах, точно, дневник. Спасибо за ключик. Без вас я бы его точно потеряла. Итак, мой секрет. Я могу разговаривать с животными. А котики лучшие собеседники. Запишем и закроем на замок, чтобы никто не узнал. Только, тсс, об этом никому. Сладких снов, Си. Мы сохраним все в тайне. Приветики. Эй, где моя роскошная грива? Минутку, Лалилу обо всем позаботится. Пастельные локоны и косичка со стразами идеально дополнят твой образ. Стрижка на высоте. На макушке появился рог с ушками. Я просто красотка. Подготовим радужную ткань. Вырезаем заготовки. Юбочка готова. Пушистая резинка заменила топ. Серебристые босоножки украшены помпонами. Теперь она готова окунуться во взрослую жизнь. В ее милом доме повсюду развешаны памятные снимки. Ох, как много воспоминаний. А это мои любимые картины. Ой, кто-то пришел. Здравствуйте, вы вызывали грумера? Точно, мой песик соскучился. Ему нужны массаж и стрижка. Запросто, я в этом профи. Сначала хорошенько искупаем малыша. Пенная ванночка ему понравилась. Теперь сушка и укладка. И авторский радужный штрих. Вау, какой чудесный аксессуар. Прелестно. Подготовим голубой фоамиран. Складываем две детальки. Закрепляем половинки на колечках. А вот и права. Наш асси сможет законно водить машину. Украшаем обложку милыми наклейками. Она стала совсем самостоятельной. Занятия в автошколе уже начались. Ждем последнюю ученицу. Простите, немного опоздала. С машиной такого точно не повторится. Присаживайтесь. Сегодня важный день. Мы сдаем экзамен. Обратите внимание на знаки и ничего не перепутайте. Время истекло. Сдаем на проверку. Вау, кажется, у нас есть ученица с безупречным результатом. Поздравляем единорожку. У вас 100 баллов. Спасибо. Я очень старалась. Мне дадут права? Конечно. Но сперва фото. Вот, прошу, ваш документ. Ура! Спасибо за интересное обучение. Остановочка. Машину следует усовершенствовать. Пушистые сидения смотрятся гораздо лучше. Рисуем сердечки. Пушистые дворники и синельные проволоки идеально. Реснички на фарах и пушистый руль. Это так, в духе милашки Си. Порадуем единорожку. Ой, что это? Поверить не могу. Крутая тачка. Поскорей бы прокатиться. Нажимаем на газ. Немного сдать назад. Упс. Кажется, я врезалась в пальму. Ужас. Ах, что же делать? Ну ладно, мастера Лалилу все починят. Вы же оформили страховку. Скорее помчались. Комочки синтепона заворачиваем в цветные конверты. Кто же в них спрячется? Снимаем слепок с малышки Лол Систерс. Оставляем запекаться на минутку. И вот чудеса. В формочке можно отпечатать личика. Рисуем глазки, челочку. Надеваем на крошек кружевные чепчики. Перевязываем конверты ленточками. Тройня, вот это да! Надо же, вот повезло единорожке быть мамой таких сладких пупсиков. Проведем плановый осмотр. Измерим рост. Так-так, показатели в норме. Так и запишем. Ну что, мамочка, поздравляю! Вы готовы к выписке? Какое счастье, мои милые крошки! Спасибо, доктор! Растите большими и красивыми. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...